Два разных урока про одну и ту же патологию, мнение. Рисунок к статье. 7 февраля 2015 года 12.30, Захар Прилепин, текст фото-видео. Два разных урока про одну и ту же патологию Захар Прилепин о том, что рассказывают и что не рассказывают учебники. Урок первый в мире сегодня так много интересного происходит, что впору переписывать отдельные учебники, дополняя их свежими, насущными примерами. Вот, скажем, будущий учебник по психологии. Глава. Когнитивный диссонанс. Пример когнитивного диссонанса. Берем слова Федора Михайловича Достоевского. Например, такие, дай бог успеха русским добровольцам, а слышно, русских офицеров убивают опять в битвах десятками. Милые. Представляем, что эти слова произносит, к примеру, политик Борис Немцов, или актриса Лея Хиджакова, или правозащитник Станислав Дмитриевский, или молодой человек вольной профессии Митя Олешковский, или писатель Владимир Войнович, или журналист Матвей Гонопольский, или все эти наши своеобразно-сердобольные поэтесы, имена которых мы то помним, то забываем. Представили? Так выглядит чудовищный когнитивный диссонанс, потому что при произнесении этих слов с лицами перечисленных происходят необратимые последствия, они, как в фильмах ужасов, начинают потрескиваться, а затем осыпаться, как штукатурку. Чтоб спасти этих людей, надо заменить слово русский на слово украинский. Итак, представляем те же самые лица, но уже с другими словами, дай бог успеха украинским добровольцам, а слышно, украинских офицеров убивают опять в битвах десятками. Милые. Теперь все в порядке. Когнитивный диссонанс преодолен. Возникает полная душевная гармония, о которой мы поговорим в следующий раз. Урок второй. Теперь возьмем новейший учебник по сексуальным взаимоотношениям и сексуальным патологиям. Добрый день, дорогие учащиеся. Посмотрите, что мы тут нашли. Цитата. Россия сегодня будто шизофренией страдает. Гигант с комплексами карлика. Государство. Бесконечно разглагольствующее о будущем, но не прекращающее мастурбировать на свое прошлое, рассказал нам писатель Митя Глуховский в одном из глянцевых журналов. Что ж, это любопытно. Попробуем развить эту мысль. Есть в России славные парни, продолжим мы, которым прошлое России не очень нравится и поэтому они неистово мастурбируют на цивилизацию и прогрессивные ценности и вовсе не находят это постыдным. А в одной соседней стране, или, может, даже не в одной, а в нескольких, вообще нет никаких комплексов, поэтому историю они себе в целом придумали, удлинили или расширили, и мастурбируют на нее. Или в нее. Или ею. Уже не знаю, как правильно сказать. При этом другой рукой они же мастурбируют на все ту же цивилизацию и европейские ценности, которые им не дают, но только показывают. Или наши славные парни им помогают мастурбировать. Так много рук мелькает. Не поймешь, где чья. Да и руколета. Все смешалось. В общем, свальный грех. Между тем, они не только все это делают друг другу, но еще и одновременно, кося глазом, подглядывают за Россией. А как все-таки этот карлик себя ведет со своим прошлым. И вдруг крик. Ой, этот закомплексованный карлик, кажется, идет нас насиловать. Ой, он все-таки не карлик, а гигант. Ой, ой, ой. Точка, точка, точка. Короче, дети, я больше не могу продолжать урок. Сами видите, что творится. Фото, Владимир Песню, Рия Новости.